МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Новость о том, что Алла Пугачёва и Максим Галкин стали родителями, для россиян затмила все мировые события. Суррогатное материнство пришло в Россию в 1995 году. За эти годы им уже воспользовались сотни наших соотечественников. Но так ли всё просто с этой модной технологией? Почему во многих странах суррогатное материнство запрещено и даже уголовно наказуемо? Счастливая мать, счастливый отец. А вот ещё счастливые родители. Медицинские технологии и круглая сумма наличными – это слагаемые. Результатом становится ребёнок. Суррогатное материнство – обычная практика, особенно модная у звёзд кино и эстрады. Роберт Де Ниро обращался к услугам суррогатных матерей трижды. Майкл Джексон и Сара Джессика Паркен, Рикки Мартин и Элтон Джон, Алёна Апина и Валерий Леонтьев. Их дети были выношены и рождены в соответствии с условиями контракта. Я очень хорошо отношусь к этому. И очень хорошо, что обыкновенно некоторые артисти бывают одинокие, вот решают эту проблему сами, суррогатство, и ничего против не имею. Бедрос Киркоров благодаря суррогатному материнству впервые в жизни стал дедушкой. Одиночество сына Филиппа давно беспокоило его, да и внуков хотелось понянчить. Они уже бегают, они уже шагают, ещё пока не говорят, но очень такие милые, нежные. Мартин похож на Филипп, копия, а девочка, говорят, похож на меня. Но тоже такая Виктория, а тоже такая хорошая девочка, хорошие детки, они спокойнее. Когда они были маленькие, я ждал, чтобы слышал, как плачут. Нет, ни тот, ни другой. О том, что род Киркоровых будет продолжен, Бедрос не подозревал до самого финала. Счастливую новость ему сообщил вовсе не сын, а знакомый журналист. Поздравляем, вы дедушка. Я говорю, как, хватит шутить. Говорит, как, не знаешь. Только что Филипп получал золотой граммофон и объявил, что он только сегодня родился у него дочкой. В звездной тусовке сегодня ходят упорные слухи. Пугачева и Галкин обратились к услугам суррогатной матери, чтобы быть не хуже Киркорова. Будь или не будь, будь. Павла Борисовна заморозила примерно 11, по-моему, лет назад свои яйцеклетки. Это действительно возможно. И это делается. И делается на Западе уже достаточно давно. Даже в нашей стране, по-моему, уже лет 8, как это делается. И потом тогда, собственно, возраст уже не играет никакого значения, не имеет. Алла Пугачева, по словам ближайших знакомых семьи, пыталась пройти процедуру экстракорпорального оплодотворения еще в браке с Филиппом Киркоровым. Но все попытки выносить ребенка закончились неудачно. А вот замороженные яйцеклетки остались и пригодились уже с новым супругом. Просто подожди, скоро ты меня согреешь, и я таю я, а глянуться не успеешь, ты уже моя. В современной России диагноз бесплодие ставит 13% семейных пар. Для них единственная возможность стать родителями – это процедура ЭКО. Экстракорпоральное оплодотворение – технология, при которой яйцеклетку извлекают из организма женщины и оплодотворяют в пробирке. Эмбрион содержат в условиях инкубатора, где он развивается в течение нескольких дней, после чего вживляют будущей матери. Но ведь ребенка надо еще и выносить. Если это невозможно, остается последний шанс – суррогатное материнство. Кто же они? Женщины, готовые родить за деньги. Почему они на это идут? У специалистов есть обобщенный портрет российской суррогатной матери. Эта женщина из средней полосы России, как правило, из небольших городов или там сел, вот, возраста где-то порядка 27-28 лет, имеющая одного или двух детей, которая в основном хочет получить определенную компенсацию на то, чтобы улучшить свои жилищные условия. А вот и одна из таких женщин. Наталья согласилась стать суррогатной матерью как раз для того, чтобы решить квартирный вопрос. Я муж, двое детей, еще мои родители, хоть и в трехкомнатной квартире, но все равно тесновато. Хотели просто разменять, чтобы родителям была квартира, но нам тоже. Муж поначалу был против, рассказывает Наталья. Потом подумал и согласился. Все-таки деньги немалые. Кстати, с заказчиками они так ни разу и не увиделись. Все вопросы решала фирма-посредник. Я не знаю, для кого я вынашивала ребенка. Мне так спокойнее, так проще. Я просто приняла, выносила и все. То есть на этом все, моя миссия закончилась. Наталья уверяет, желание подзаработать было не единственным мотивом ее решения. Суррогатной матери хотелось помочь людям. Да, я просто ношу чужого ребенка, потому что там и энциклетка не моя, и сперматозоиды, соответственно, тоже не моего супруга. Это, я считаю, очень благое дело. И я зарабатываю на этом тоже средства, чтобы своих детей обеспечить. Казалось бы, вполне гармоничная картинка. Суррогатная мать делает благое дело, бесплодные родители счастливы. Давайте посмотрим на карту. Индия, Армения, Киргизия, Казахстан. Вот некоторые страны, где суррогатное материнство поощряется законом. Но вот какая странная деталь. В Австрии, Польше, Италии и Эстонии оно запрещено. В Германии врач, пересадивший женщине чужой эмбрион, подлежит уголовной ответственности. Откуда такие противоречия? Все страны, которые были под оккупацией Германии, или были сами участниками гитлеровской коалиции, Италия, где была такая наука Евгеника, эти страны надолго получили прививку против манипуляций с геномом человека. Питерский депутат Виталий Милонов, один из самых непримиримых противников суррогатного материнства, уверен, Евгеника или учение о селекции применительно к человеку – опасный пуск, который может завести слишком далеко. Мало ли какие фантазии придут в голову заказчику потомства, не говоря уже о моральном аспекте самой сделки. Деньги, которые получают суррогатные матери, безусловно заглушают естественную человеческую боль материнскую. Они не дают облегчения в результате. И после того, как деньги потрачены, а легкие деньги всегда тратятся быстро, наступает чувство, которое ни с чем не сравнить. Чувство, что ты продала своего ребенка. Речь идет о, в первую очередь, если мы будем называть вещи своими именами, эксплуатации. Эксплуатации, опять-таки, бедных богатыми. Вряд ли найдутся такие благотворители, такие женщины, которые таким образом занимаются благотворителем, да, и дарят счастье неким бездетным семьям, отдавая 9 месяцев своей жизни, жизни вообще своей утробы, ну, как будто в подарок из сожаления, из какой-то, из сострадания. Это рынок, это торговля, это новый рыночный сектор. Найти суррогатную мать несложно. Интернет и печатные СМИ пестрят подобными объявлениями. В специальных фирмах, организующих ребенка под ключ, уверяют, это вовсе не так рискованно, как многим кажется. И совсем не так дорого. В семейной паре процедура эко-суррогатной мамой до результата, до рождения ребенка, наверное, обойдется в стоимость, сопоставимую со стоимостью европейского автомобиля среднего класса. Программа суррогатного материнства может уложиться при благоприятном сечении обстоятельств где-то примерно в миллион двести тысяч рублей. То есть это не фантастическая сумма. Тем не менее, эта сумма вполне может серьезно увеличиться в процессе. Эффективность эко составляет 35-40%. Это значит, что может понадобиться пять, десять и более попыток. Разумеется, все их придется оплатить. Добавьте сюда анализы и обследование суррогатной матери, расходы на ее питание и поддержание здоровья. И еще один немаловажный пункт – услуги фирмы-посредника. Общая стоимость программы суррогатного материнства составляет примерно до двух миллионов рублей. Предположим, деньги потрачены не зря. Эмбрион благополучно развивается в теле суррогатной матери. Но говорить о том, что у ребенка двое биологических родителей, можно с большой натяжкой. Есть так называемые эпигенетические воздействия. То есть они как бы, так сказать, не связаны уже с геномом. Они связаны с окружающей средой, с теми процессами, которые происходят в процессе нахождения ребенка в материнскую трубу. Вот то, что называется в учебнике генетики – материнский эффект. Проще говоря, ребенок, выношенный суррогатной матерью, имеет не двух, а трех родителей. Конечно, надо считать трое или два с половиной, сколько там. Нельзя, нельзя, конечно, суррогатную мать скидывать существу. Никак. Как проявится этот неизученный до конца материнский эффект в дальнейшем, можно только догадываться. Сюрпризы генетики – вещь непредсказуемая. Однако, существуют и другие риски. Я просто помогаю людям выносить их собственного ребенка. Если они по медицинским показаниям этого сделать не могут. Суррогатная мать Наталья уверяет, никаких теплых чувств к эмбриону, которого она выносила, у нее нет и не было. Но если женщина не лукавит, это означает, что пострадавшей стороной следует считать именно ребенка. Моя жена, например, слушает Моцарта, когда она беременна. И это отражается как-то на развитии человека. А мы говорим, что нет, это ничего не значит. Это некий инкубатор, биоконтейнеры. Ее задача – высидеть, как курица на сетке. Это яйцо. И все. И потом с головы сдаваю сердце вон. Ребеночек, он связан всеми нитями и физически, и духовно со своей матерью. Идет тут постоянно духовный обмен. Поэтому все, что чувствует, все, что испытывает, переживает мать, в этот период 9 месяцев, абсолютно все это испытывает и переживает ребенок. Именно эта постоянная сосредоточенность на своей беременности, взаимодействие с малышом и любовь, активно участвует в формировании психики младенца. Суррогатная мама вынуждена отторгать эту доминанту. То есть самое главное, что создано организмом, вот этот мощный комок любви, источник, как-то сосредоточие всех ее чувств, как бы отстраняется от ее личности. Вы представляете, что это такое? Наталья отдала ребенка посреднику сразу после родов. Женщина не захотела даже взять новорожденного на руки. Да, я даже не держала ребенка. Я изначально уже была настроена, что это не мой ребенок. Я психологически к этому, естественно, готовилась. Меня просто сразу забрали ребенка, я его даже не видела. Самое главное, что должно произойти при рождении, это контакт между матерью, которая родила этого ребенка, и вот только-только сделавшим первый грика ребенком, по условиям контракта, этого не происходит. Он рождается и оказывается в пустоте. То есть сначала, получив жесточайший медикаментозный стресс в виде гормональной терапии, он получает при рождении, при первом вздохе новый стресс. Он не видит маму. Но что, если вынашивание идет психологически правильно? Суррогатная мать привязывается к будущему ребенку, разговаривает с еще нерожденным малышом и поет ему колыбельные. Тут возникает опасность для заказчиков. Суррогатная мать может просто не отдать новорожденного. Не может женщина нормальная, с нормальной психикой, с материнским инстинктом нормальным, противостоять этому инстинкту. Если бы мы научились противостоять инстинктам нашим, мы бы давно уже вымерли, наверное, и дети бы не рождались. Одни из первых вопросов, которые нам задают биологические родители, а что будет, если суррогатная мама оставит ребенка себе? Вот я, как юрист, тоже могу сказать, что она абсолютно имеет полное право по законодательству оставить этого ребенка себе. Судьба новорожденного ребенка зависит от воли суррогатной матери, которую она должна высказать в течение трех первых дней его жизни. Так говорит российский закон. Украинский, для сравнения, считает эмбрион с момента его формирования собственностью генетических родителей. Бытует мнение, что суррогатная мать очень часто оставляет ребенка себе. На самом деле, необходимо сказать, что такие случаи крайне редки. Почему? Потому что суррогатная мать, вступая в данную программу, имеет достаточно сильную мотивацию. Прежде всего, финансового плана. Идею суррогатного материнства поддерживают обеспеченные люди и звезды шоу-бизнеса. Если люди решили быть вместе, они все должны сделать для того, чтобы они были счастливы. Любыми путями надо спасать свое счастье. А если это можно сделать реально, цивилизованно, здесь и спасать ничего не надо. И обратите внимание, это было сделано для того, чтобы представить суррогатное материнство не просто как норма, а как некое новейшее, самое модное, продвинутое направление. По мнению Ольги Четверяковой, чрезмерное рекламирование суррогатного материнства может дать далеко не лучший эффект. Звезда Голливуда Николь Китман родила своего первенца сама. Почему же следующего ребенка она заказала суррогатной матери? Я совершенно не поддерживаю тех женщин, которые просто прибегают к суррогатному материнству из соображений поберечь свою фигуру, не растянуть свою грудь кормлениями и так далее. Я считаю, что это неправильно. И в этом смысле, мне кажется, ощущение того, что это твой ребенок, оно немножко притупляется. Западные СМИ сообщают, в Индии появилась настоящая фабрика суррогатного материнства. Там неимущие женщины вынашивают и рожают детей для более обеспеченных жительниц страны. Между тем, в западных странах пытаются узаконить опыты по генной инженерии. Недавно объявили, что в Англии производят детей от трех родителей, от ген-трех родителей. Причем это не просто уже суррогатный материнство, а это вещи запредельные, потому что берется яйцеклетка женщины, нездоровая, больной, оплодотворяется, оплодотворенное ядро вставляется в яйцеклетку другой женщины, там, со здоровыми митохондрами, да. Вот. И что после этого мы получаем? Какими будут следующие шаги в этом направлении? Заказывать генетикам пол будущего ребенка? Получать потомство от четырех, пяти или десяти родителей? Лично я не сомневаюсь, что однажды созданное генное программирование рано или поздно выйдет из стен секретных лабораторий и станет коммерчески успешным проектом. Вопрос только в том, когда это произойдет. КОНЕЦ